Приветствую вас, друзья! Меня зовут Евгений Додолев. В эфире программа «Золотая рыбка». У нас в гостях уникальный герой отечественной богемы, истинно народный артист Советского Союза Станислав Садальский. Приветствую вас, Станислав Евгеньевич. Я вас тоже категорически. Столько мы вас зазывали, зазывали, я уже потерял вообще всяческую надежду. А я могу комплимент вам сделать? Нет, это неудобно будет. Почему неудобно? Это получится, знаете, как в той басне. Петушка хвалит кудрючка? Вот именно. Я внимательно смотрю ваши программы, и обычно в конце всегда с рыбкой разговаривают. Да, у нас по формату такой, да, в конце. Но это неправильно. Неправильно? Неправильно. Проучили вначале рыбку попросить. Могу я рыбку попросить? Вы сами решили. Вы гость, вы решаете, что делать. Как ее зовут, рыбку? Дядя Володя. Дядя Володя? Потому что это китайский карась. И так придумал имя первый гость. Володя? Да, назвал, сказал, что это китайский карась. И обозвал его дядя Володя. Только вы не слушайте. Вовочка, Вовочка, сделай так, чтобы сегодня кто смотрит программу Додолева, был здоров, и всем пошли здоровья. Ой, не буду дивиться, нехайку зарыться, не буду дивиться, нехайку зарыться. Пускай всем здоровья, чтобы программа сегодня хорошо прошла. И когда обычно начинают всегда программу или спектакль, все говорят с Богом. Только эти самые, знаете, говорят, ни пуха, ни пера, только говорят бездарности. Нельзя вспоминать этого с рогами. Поэтому, Володя, с Богом наша передача. Все. Оригинально. Вот это вот сразу ясно, что Садальский в эфире. Да, у меня еще вещи. Александр Юрьевич, что вы принесли? У артистов нет отчества. Стас. Тогда я буду вас тоже Евгений Моисеевич называть. Да. Хорошо, Стас. Да. Что это такое? Так. Вот бокал. Так. Вот поработайте Шерлок Холмсом. Как вы думаете, что это такое? Прочтите, там записка есть. Так. Записку-то прочитать я могу. Для этого не надо быть Шерлок Холмсом. Это бокал моей мамы. Спасибо. Твоя Людка? Твоя Людка? Да. Кто это вот мог? Ну, я знаю, что у вас подруга Людмила Нарусова. Поэтому это время вряд ли. Нет. Это не ее почерк. Холодно. Так. Что же за Людка такая? А-а-а, это... Ну, это актриса. Актриса. Так. Понятно. А мама кто? Ну, и мама тоже актриса, нет? Певица. 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 Народная артистка Советского Союза. Акцакова? А? Кто? Как? Кто-кто? Я не знаю. Я ничего не сказал. Так кто? Хватит уже интригу держать. Я не Шерлоков. Ну, как вы... Вот вы назвали. Певица. Так. Актриса. Мама актриса. А ее мама певица. Это бокал ее мамы. Самое дорогое, что у нее было. Вот она мне подарила. А Сталин был большим поклонником этой певицы. Даже написал в Вознесенске «Миллион алых рост» написал гей. Все говорят, Пугачева, Пугачева. Нет, не Пугачевой, а этой актрисы. Вот она... Сейчас она... Мы опять на тропе войны. С ней? С ней, да. Но это 10 лет назад она не подарила. Там, по-моему, не «Миллион алых рост» была в Вознесенске, а «Миллион апельсинов желтых». Нет, это в Америке. Она, когда у нее был роман с Вознесенскими, она говорит, ты написал мне песню «Миллион алых рост», а где же «Роза» я не видела. И она просыпаюсь, говорит, просыпаюсь утром, все в апельсинах, ступить ногой нельзя. А почему вы на тропе войны оказываетесь? Вы дружите, дружите. Она слушает, все время слушает. Там ее подруги все эти самые. Слушает ваш Ютуб? Говорит, как? Ну, она слушает совет, и потом я не хочу обсуждать. Знаете, я вчера познакомился с Танью Поляковой. Не знаете Танью Поляковой? Нет. Это такая по манерам, такая бизнес-леди. Я знаю, она была женой Тарико или Рико. Русский стандарт была. Она была женой, и потом она в Италии, я с ней еще как-то издали наблюдал за ней. И она вот знает все манеры. И она сказала, что нельзя, когда тебе жалуются на своих детей, на своих родителей или мужей жен, ты должен вставлять в уши ватку, ты не должен слышать. И я начинаешь, вот мне начинает там одна актриса, начинает рассказывать, вот мой сын, тот и тот, у меня было денег столько, стало вот столько, он залез, он позвонил мне. Давайте вы на стол поставьте, что же вы, да, как-то думаете. Он позвонил мне ночью, позвонил ночью, его мошонку укусило там что-то, что-то. Говорит, мама, я должна с ним поехала с Клифосовского, из мошонки вытаскивали эту муху там. Я ему говорю, как тебе не стыдно? Вот что ты мать? Мать играет там, работает много, тебе деньги в семью, ты ничего не делаешь, ты... Он начинает матери жаловаться, мать говорит, ты свинья, ты скотина, ты моих детей поносишь. Вот что, она мне вываливает, вываливает на меня это, я вываливаю детям, и у детей я сразу враг. И вот Татьяна Полякова сказала, ты не должен никогда, вот она тебе говорит, ты должен это не слушать про детей. И вот начинаешь высказывать, ну теперь я уже... Но только об этом узнал вот позавчера, мне Татьяна Полякова сказала, нельзя обсуждать родителей, детей, мужей, жен, что говорят, жалуются на них. Эти жалобы ты не должен слышать, это не твоего ума дело. Я говорю, ну мне рассказывает. Она говорит, не слушай, закрывай ушки и не слушай. И вот как начинаешь, вот мне вываливает, начинаю я тоже, бла-бла-бла-бла-бла, не могу. Как народный мститель. И сразу получай по мусалу. Но, в принципе, откуда у вас этот бокал? И вот... Она мне подарила. Вот просто в связи с чем? Подарила в связи... Я не знаю, подарила. Она говорит, я хочу, чтобы у тебя была память. Это вот... Это единственный бокал, который остался. Там нет много антиквариата у мамы. Но я все-таки думаю, что это она вышла замуж за богатого, покупала антиквариат. А вот этот бокал действительно... Был большой такой сервиз, было 12 на 12 персон. И вот это от Марьи Петровны Максаковой, народной артистки Советского Союза. От нее. И вот она мне написала, Людмила... Я же ее даже не помню. Она, в принципе, любит делать подарки. Она очень добрый человек. Я помню даже Целиковская, когда умирала. И... Какие-то дорогущие лекарства Максакова приносила. Она очень добрая, очень щедрая. А они были подругими? Ну да. 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 Для меня Целиковская вообще одна из великих женщин. Когда? Я хочу уточнить, она великая актриса или великая женщина в смысле масштаба характера? Что вы имеете в виду? Я думаю, то и то. В театре... Людмила сказал, я в театре только ее в Конармии видел. В Конармии маленький эпизод она выходила под гром, под фантастический успех был. Ну, если люди кричали во время войны, я часто за родину, за Сталина, за Целиковскую. Ну ладно. За Целиковскую? За Целиковскую, да. Я у Мотыля снимался в картине «Лес». И тогда я понимал, что я могу сниматься сколько угодно. Раз у Мотыля снимусь, я буду известный. И Мотыль хотел снимать из фараона актрису ежегротовского картина. И мы потом пошли к Целиковской, говорит, давай мне просят советскую актрису какую-то попробовать. Мы пришли к ней с Мотылем. И пришел Любимов к ней. Мы сидели, пили чай. И Любимов говорит Целиковской, Любимова Васильевна, вы можете мне отдать бокал, мне Параджанов подарил? Он говорит, бери, пожалуйста. Он открыл, говорит, бери все, что хочешь. А тогда были ужасные, на любимом были гонения. Газета «Правда» написала сеанс «Черной магии» театра на Таганке. И звонили корреспондент и говорили «Скажите о нем плохие слова». Она говорит, «Как я могу говорить о нем плохие слова?» И с ним 17 лет прожила. Понимаете? Вот это тоже не всякая женщина. У нас же начинает рассказывать какой он сука, какой он сволочь, как он гулял, как он... А здесь она говорила только высшие слова. о своем любимом. Я помню, он забрал Пикассо работу и вот этот бокал Параджанова. Людмила... Я говорю, зачем мы жнаты были? Я говорю, зачем ты отдала? Она говорит, пускай. Вот Татьяна Устинова, когда вас представляла, сказала, что это актер, которого боятся колени. Кто вас боится и почему? Ну, знаете, говорит... Боже... Нет, она много другого, конечно, сказала. Она вас всячески нахвалила, но, среди прочего, был обозначен вот этот вот фактор. Ну, написано, говорят, в литературке была такая там рога и копыта. Боже мой, какое убожество! Думать одной, говорить то же самое. Я не помню. Ну, вот мы убогие. Вот дураку позволительно. позволительно. Ну, я не зло говорю. Вот я на режиссера, видите, я попросил его снять. Он говорит, нет, нет, у нас формат. Но потом, видишь, все-таки он не обиделся на меня. Раз все-таки сделали, мы сегодня сняли рыбку. Ну, вы же ссоритесь с людьми. Кира, привет! С людьми-то ссоритесь вы? С коллегами. Я все время говорю, что, вот, Цветаева сказала, обида у дел горничных. И потом еще на обиды на дураков не обижаются. Ничего обижаться. А вы ни на кого не обижались? Про вас не обижался? Я раньше обижался. Я раньше обижался, а потом, сейчас, вы знаете, мне убрали на отпочечник, у меня нет чувства страха. У меня нет чувства. Раньше я все время думал о смерти, сейчас вообще не думаю о ней. Ну, давно уже на отпочечник не... Года четыре. Года четыре, да. То есть, уже четыре года не думаете о смерти? Нет, да. Вот вы всегда... Есть актеры, которым нужно вдохновение, чтобы погрузиться в роль, в образ. А вы всегда в образе? То есть, вы всегда готовы играть? Ну, да. У меня всегда праздник. Праздник. Вот вы знаете, думаете, что такое артист? Вот артист, вот я смотрю, думаю, о, вот я так думаю, какую интересную позу там сделала. Сейчас так, вот, я думаю, так сделаю. Обязательно надо запоминать. Запоминать. Это все время такая, все время работа. Какая-то интересная фраза сказана. Ой, я обязательно это скажу где-нибудь. Актер должен быть все время в работе. И вранье, конечно, вот это вранье затягивает. Я, знаете, сейчас расскажу вам притчу. Был такой артист, Иван Петрович Рыжов. Знаете его? Знаю, да. Да? Представляю, как вы. Да, любимый артист Фукшуна. И мы были с ним в трех картинах, я с ним снимался, и он писал. Ужасная, кстати, смерть, руку поранил, его в какую-то жуткую больницу, деда поместили на досках, он ужасно. Артист блестящий, и умер от потери крови. Вот его притча. Жили две сестры. Правда и Кривда. Правда жила бедненько в полуразрушенном доме, в ситцевом платьице, в заплатках ходила. Соседи ее не любили, потому что она ходила и говорила правду всем. А ее сестра Кривда, она жила во дворце. Слуги расшивали ей ее наряды бисером, жемчугом, парче. Заморские повара готовили соизысканное кушанье. И все, все ее любили, потому что она врала нещадно. Она вещала и всем говорила комплименты. и как-то встала утром Кривда и говорит, что-то я давно не видел сестру, поеду, навещу свою сестру. Приехала к сестре, она была поражена ее бедностью, и стала говорить ей, слушай, поехали ко мне, поехали ко мне во дворец, я тебя хорошо приму. А правда их говорит, как? Я? Правда? Как я могу тебе ехать к Кривде? Как я могу быть? Ну, Кривда всеми неправдами уговорила. И там эту сестру встречали по-царски. Ей изысканные блюда, ее одели в шелка, уложили спать на пуховых перинах. И утром просыпается правда с веселой ножки и подумала, а уж такая ли она Кривда? Кривда Какая интересная, да? Иван Петрович Рыжов. Ну, вам проходилось через такие искушения проходить, когда вас покупали? Есть, но я очень чувствую, когда человек врет. Это одно дело? А вот когда, так сказать, вам... Ну, я еще о Куджаву говорил, знаете, давайте говорить друг другу комплименты. Ведь это его любви прекрасный момент. Я тоже с комплиментов начал. Я говорю, ой, я вас с детства люблю, я вас с детства смотрел в вашу... И вам это было приятно. И вам это было приятно. Конечно, приятно. Тогда надо начинать с комплиментов. доброе слово, и кошке приятно. Вы, когда общались с рыбкой, с нашим, с нашим карасем, Володей, вы там и намолвие что-то сказали. Это напомнит, что у вас есть украинские корни? Ну, да. Я укра... Моя мама... Дедушка очень... был такой лютый украинец, и он ненавидел, когда мама вышла замуж за москаля, это очень не приветствовалось. У нас раньше Воронежская область принадлежала Украине. Когда-нибудь поедете? Нет, в Украину нет. Для меня это оскорбление, как они себя ведут по отношению к русскому языку. Я все время говорю, не мы первые начали. Не мы первые начали, первые начали... Все время есть такое выражение, я у Манучарова это говорил, дротуваты. Все время вот пхать, пинать русских, понимаешь, русский язык. Если Крым воду не давать, все время вот это было возмущение. Я об этом сразу писал. в Одессе он никогда не был украинским городом. Одесса всегда была еврейским городом. Это по кладбищу можно пройти, там еврейские могилы. И все время моя бабушка, я только после смерти, она еврейка, она родилась, я не знаю, где она родилась, но дядя Саша, мамин в смысле брат отца, он родился в Одессе. Есть списки всех солдат, которые воевали, и дядя Саша есть, он орденом Красной Звезды, дядя Саша Садальский, он награжден орденом Красной Звезды, но родился в Одессе. Спросить некого, все умерли. Призывали его из Воронежа, а родился в Одессе. Значит, вот эта еврейская линия, Одесса это мой город, и я в Одессе получил свою самую знаменитую роль, которую меня знают. Все русские, все русские, где мне знали, я раньше ненавидел Судовиченко, просто я все время бодался, она говорит, прямо заколебала этот кирпич, она говорит, может быть, мы с тобой больше и лучше не сыграли. Я говорю, ты за себя отвечай. Вот мне очень, конечно, нравится ваше знаменитые высказывания, что у вас там и польский, и цыганский, и цыганский. Цыганский, да. А ощущаете вы себя русским артистом, и русским человеком? Я русский, я горжусь, я все время, что я русский, я горжусь своей чувашией, что я в маленьком татарском селе Шагардан родился. А в какой момент вообще стали вы задумываться об этой самоидентификации? Кто вы? После Советского Союза, в Советском Союзе мы всегда... Никто вообще не держал в голове. Мы были СССР, мы все... Абсолютно, да. Я уезжал за границу, и мне говорили, там русские... Никакие вы не русские, вы советские. Вы советские. Сколько орденов комсомола? Пять. Вы только советские. Никогда мы об этом не говорили. И потом, когда вот это стало... Стало вот... Это мне так скучно. Я мало того, что я на день Конституции я изображал, все говорили, вот я в интернате, вот Садальский черный, но у меня хохлы все черные. Вот это мой натуральный цвет. Это уже седое все. А это все... Мне говорят, вот Садальский черножоп, и давайте мы его сделаем азербайджанцем. Я представлял Азербайджан. Я пел. Велики твои богатства, мой Азербайджан, мы тебя поднимем наверх нефть и океан. Цвети под солнцем, земля родная, земля родная, Азербайджан. Вот. И никто из нас не мог подумать, что это станет вообще за границей. Это в то же Баку, что невозможно было поехать. Я снимался двух азербайджанских, в трех, у России Мааджагова я снимался, в советское время у украинских фильмов снимался. И все, это теперь уже... А когда вот Советский Союз начал разваливаться, вы с энтузиазмом, как и многие люди, из журналистского цеха, из богем восприняли, что это некие будут сейчас свободы, или у вас было подозрение, что это приведет к трагедии? Я был в растерянности. Так. Я был в растерянности, но я помню даже, позвонила Ангелина Вовк, у нас один педагог конский, она говорила, пойдем, я взял с собой крюшу Степашу, пойдем к Белому дому. Так. Я тогда у нас, мы с Ниной Руслановой, я жил у нее, я говорю, нет, приходи лучше в Белом доме, приходи лучше в Бухнем, мы там у Щукинского училища. Она говорит, нет, нет, я буду это самое... То есть у нее гражданская позиция такая была, да? Да, у Ангелины. А почему вы жили у Нины Руслановой? С чего это? Просто мы очень весело время проводили, мы снимались какие-то передачи, мы снимались в фильме, и как-то было, как-то было очень, как-то было очень весело. Вы сейчас считаете, что вы востребованы как актер, не как блогер? Нет. Почему? Нет. Не приглашают? Меня боятся, сериалы я не смотрю. Не смотрите? Нет, не смотрю. Не интересно, нет, смотрю сериалы американские, смотрю, вот, с удовольствием смотрю. Я, кстати, посмотрел здесь с Максаковой, она, кстати, очень большая актриса стала, Людмила, она такой актрисой не была, потому что занималась больше личной жизнью, а сейчас у нее ничего, кроме работы, нет, она очень сильной содержанки, в восторге от содержанки. И там есть актер, у меня нет мужчин, любимых актеров, хотя есть Нагиева, обожаю, обожаю Пашу Деревянко, и актер Кузнецов, вы видели, ну, он... Содержанкой тоже играл. Содержанкой, да. Он уехал. Да, он уехал с украинским паспортом, он думает, что он покорит Голливуд. Знаешь, не такие люди, ни ему чета не могли покорить Голливуд, потому что Михаил Чехов был признан гением в его систему. Читали книги? Михаил Чехов, да. Посмотрите, какая его система. Мэрилин Монро, Грегори Пэк, Энтони Куин учились по его системе. И все равно он даже номинировался на Оскар, но его звездный час был здесь. И вот он там прыгает, это, второй, третий, и все пшик. Ничего. Маша, вот почему с Людмилой там поругались, Маша Максакова думает, что ее голос, во-первых, поет очень вульгарно. О-о-о-о-о! О-о-о! Это ужасно поет. И никто, никто билет ее не покупает на нее, понимаешь? Потому что предателей никто не любит. Потому что она очень вульгарно, вульгарно поет. Нет какой-то культуры пения, хотя голос красивый, но начинает выпивать это просто карикатуры, журнал «Крокодил». Ну, вот, может быть, поэт на это обиделась людмила из-за дочери все равно на дочь ну вот у нас получается что вы с мамой дружки с дочери нет вот с людьми опять же с людьми нару свою дружу и спрос ксения это принимаю в сердце я просто принимаю принимаю я не могу я не могу сдерживаться я не сдержанная вот это плохо да это в карьер строение не помогает в этой содержанке упомянули с богомола знакомы с константином да 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 после того как он стал уже ну да да я посмотрел но вот для меня было он интересный он все равно интересная например не любил не люблю виктюка не любил серебряников серебряников очень часто я тоже иногда ворую но как вороешь вот смотрю вот играет какую-то реплику скажет я думаю я так обязательно возьму себе скажу он часто я был на фестивалях театральных очень хорошие были всегда театральные фестивали москве имени чехова проходили и там пина бауш и он записывал какие-то мизансцены потом эти мизансцены он делал себе спектаклях своего ничего не своего ничего ничего нет нет он все при придумал и все-таки а у здесь у богомола богомолова я не люблю что вот я в жизни с удовольствием матом ругаюсь я обожаю маты но есть матом который говоришь зло а есть просто так проброс про когда проброс но просто так для связки это совсем не обидно а когда вот вкладываешь да а у него же много матеряться на сцена отвратительно отвратительно на сцене нельзя потому что сцены это амвон это вот на сцену нельзя на сцене когда он вот эти артисты когда выходят в зал по сюжету матеряться говорят а это можно в зале я приемлю мат но на сцене поэтому но они могут ругаться в зале когда выходят зал они нами на месте зрителя разговор но на сцене нельзя потому что но эта сцена вы сказали что вы сериалы не смотрите а за театральными вообще какими-то тенденциями вы наблюдаете в театр ходить мне все время когда прихожу мне какая-то все время здесь это получается гвоздь обязательно мне кресло кресло с гвоздем и так себя думаю сейчас сдохну просто сдох а потом уже уйти нельзя в антракте в антракте обидится все смотрят по-моему вы не боитесь обидеть никого да да уж настолько острый на язык то что нет я боюсь потому что обижаются люди обижаются вот вы же с одной стороны как бы культовый актер фигура такого нашего кинематографа а с другой стороны вы блогер народный блогер у которого там масса там подписоты как вы относитесь к тому что блогеры по приглашаются на сцену вот это бы была история с бузовой когда ее позвали но это все это все хайп вот у вас там небольшое там говорят я одна там узнала что я иду к вам будет вот у меня подписчиков миллион а у твоего додолев там 25 тысяч я говорю ты знаешь если помой на ведро там столько этих микробов там миллиарды эти микробы ничего не лишает у нее 25 тысяч но зато какие со знаком качества поэтому снова пастили нет я тоже всегда говорю что вузов это там тоже в общем она хорошая девочка я знаком с ней я был на спектакле видел спектакль изумительный спектакль и оба заиграет грандиозно сталина и она не портит ансамбль 7 на сцене было 7 площадок игры удивительные потрясающая декорации такого не видел и хорошей спектакле и выдающийся работа які оба за которые у кого сталином грузинские песни сидят критики только вузова обсуждает блузова причем здесь бузова никто не сказал по фантастические декорация потрясающий спектакль и оба за гин part грандиозная роль как он играет сидят бузова-бузова-бузова-бузова при чём здесь бузова она играет там какую-то певичку не неплохо играет там но все равно там я понимаю на сцене там даже обезьянку взяли обезьянка переигрывает и и злой садальский вот вы упомянули судовиченко ваш альянс да моя лучшая партнерша люблю люблю а вы сами считаете какая роль самая удачная конечно самый лучший впереди это само собой но вот из того что иди только на кладбище да ладно типа ой извините раньше кости раки дружил и пришел домой к аркаде саковичу и там и говорю приличные люди аркадий сачка ракина если кто не знает это супер был мега звезда просто солнце эстрады мог говорить все что угодно и был друг другом брежнева аркадий сакович да они познакомились с ним познакомились с ним еще там во время войны и говорю приличные люди говорят будь здоров я ракином вообще приличные люди извиняются а вот вы константина ракин упомянули он меня однажды озадачил тоже мы беседу в эфире он сказал что каждый человек на земле каждый почему-то он сказал что даже самые богатые почему-то сказал мечтают стать актером вы действительно считаете что все люди мечтают вот занять ваше место не ваш место станислава садальского место актера человек нет нет не каждый знать меркольд очень точно сказал профессию об актера готов кто хочет быть артистом не может кто может не хочет нет неправда неправда можно это я думаю нет кости не прав на какие вот плюсы вашей профессии помимо узнаваемость помимо того что у вас но я могу вот договориться везде я могу договориться все я могу но это вот и есть конвертация узнавая что а что еще хорошего ведь минусы же очевидно ваша зависимость вы же ждете я все равно все вот артисты даже самые плохие не мои братья и сестры я не могу никого ругать артизного вы их при при этом вот вот так вот часто делать и по это папа попса это не артисты это драны попса это не артисты чего они не артиста не водку в кодку никто и все это все поют под фонограмму никто ничего для меня это все это а кто вам из современных актеров и режиссеров нравится вот помимо работы богомолова содержанки вы можете кого-то отметить вот я говорю для дима нагив я вот даже мне павел деревянка тоже шоумен больше чем актер я вот жалею даже вот я все время и последнее время очень жалею что отказался он предлагал мне сниматься для меня деньги ничто да ладно нет ничто деле меня деньги потому что актерская профессия вообще одна из немногих профессий которые придают маленькое значение деньгам больше хорошо сделанной работе и он никогда пригласил сниматься там там за задов я ужасно чего я там две тысячи долларов просил там тысячи долларов во мне две но ничто я по прогуляю все для меня это вот жалею отказался вот вы жалею вот до сих пор жалеет сколько время прошло жалеем он сказал больше меня не получишь тоже его год я тыщу и ты ты еще будешь получать а я вот почему я отказался сниматься вот так жалею вот у меня тоже или режиссеров некоторых у аллы суриковой тоже предлагала там у них откажешься сниматься и они тебя вычеркивает я горели хочу эту роль аなく этот ельё нир моляк мне достал деньги я его должна снимать он не достал деньги вот ты достанешь мне деньги и будешь но я не могу просить я сам никогда никого не прошу денег и сам никого него не одолж YOU не одолжibility я терпеть не могу когда я знаю что вот люди которые не отдадут деньги я просто так отдам я знаю что не отдадут Ну, какие-то суммы, там, такие незначительные для меня суммы. Я не люблю просить. Вот для меня просить, собирать все вместе, вот это для меня. Ну, Сурик, вы же, наверное, имели в виду, что у вас очень есть масса влиятельных, могущественных поклонников. Что вы можете одно дело просить для себя, там, дачку построить, другое дело на какой-нибудь проект попросить. Вы тоже не можете обратиться? Нет. Нет, мне стыдно. А вот вы смотрите, сказали, западные сериалы, в кино вы не ходите, да? Вот просто, чтобы пойти в кинотеатр смотреть. Нет, нет, не хожу, потому что кино очень вульгарно. Есть такая студия «Красный звук». Они озвучивают фильм, фильм какое-то, смотрю, произведение искусства. И они начнут «О-о-о! А я-о-о!» Вот начинают интонировать, и это отвратительно просто. Там нормально играет, а они голосами начинают. Берут какой-то самодетель, блогеров, берут или КВНчиков, или то же самое «Тина Канделаки», которая... Так, «Тина Канделаки» у нас тоже теперь плохая. Нет, неплохая просто. Она же ваша подруга. Нет, просто «Деревня с дымом». Просто... Что это значит «Деревня с дымом»? Ну, она дремучая, как тундра. И вот она определяет, кого снимать, кого нет. И она снимает, берет ведущий, который вообще... Ну, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, говорят, а не профессионалов берет. Не Садальского. А? Не Садальского, не профессионалов. Кстати, могла бы. Я столько много сделал. Вы, да, вы же... Кстати, могла бы. И сериал могла бы. Да, мне тоже казалось. Могла бы, да, предложить. Никогда. Ну, если вы называете ее «Деревня с дымом», то же она будет. Ну, а кто она есть? Ну, смотрите, Стас, вы так просто вообще со всеми буквально... Да сколько той жизни осталось? А? Сколько той жизни? Ну, вот, кто так говорит, это живут до ста... Тоже верно. Да, тоже верно. Которые... Тоже верно. У меня осталось всего ничего. Тина Кандылаки ведь стала Тина Тин вот с вашей подачи. Вы ведь ее пригласили тогда, да? Да, я по-грузински. Мы день и ночь. Каждый день встречались. Она моими фразами, моими там интонациями, моими разговорами. Она мгновенно обучается. У нее... Она начитанная девушка. Она начитанная. У нее скорость речи фантастическая. Быстро говорит очень она. Это тоже не каждый может. Для радио это же плюс. Вас нервировали всякие заметки в так называемой бульварной прессе по поводу того, что у вас роман? Да нет, это неинтересно. Мне очень нравится Селиковская. Людмила, она замечательно слова говорила. Давно не говорят, что я теряю популярность. Сколько в этом концепта, на самом деле. Да, если мои учителя говорили, которые учились с Даниславского, если тебе не говорят, то никто, а тебе не пишут, то ничто. Играйте классику. Классику. А председатель колхозов вы всегда сыграете. А вот, кстати, классику. Со многими вашими коллегами из вашего актерского цеха говорю про то, что хорошо ли и правильно ли, что классику сейчас адаптируют под какие-то современные реалии. Ну, допустим, вот мне Грымов рассказывал, что у него три сестры, они уже там не молодые девушки, а, допустим, так и предпенсионного возраста. Ну, пускай, я всегда за, я против запретов, я против запретов, пускай, пускай все время делают, и пускай информационный повод ищут, чтобы люди приходили в театр. Я за то, чтобы приходили в театр. Для меня нету. Сейчас мы живем в ужасное время, мы без времени. Без времени сейчас такое время, без времени. Вот, поэтому идеальный жонер... Выясните, что вы имеете в виду, время и без времени. Ну, такой без... Вы себе противоречите, вы говорите, вы против запретов. 20 минут назад вы говорили, что вы категорически против того, чтобы нецензурная лексика заключалась за запреты, запретить ненормативную лексику на сцене. Ну, я сижу, я сижу, я же не министр, я же не министр культуры, это мое мнение, это мое частное мнение. Можно спектакль делать, не обязательно сматериться, пускай действия происходят там в общественной уборной. Ну, тоже не очень приятные, кстати, мне предложили Чикатило в свое время сыграть. А потом Миронов эту роль сыграл, Женя. Он играл Чикатило? Да, это американская картина. А, американская картина. Да, американская. Почему я отказался, там надо было испражняться на сцене. И это не на сцене, а я говорю, как вы будете снимать, мы снизу поставим на это, это гадость. Это гадость. И очень большие деньги. Я не знаю, снялся ли Женя в этом эпизоде, снялся. Но я отказался сниматься. Для меня это, ну, это гадость. Вот все время. Я помню, когда в одну девочку влюбился в детском саде, я говорю, я ее так люблю. А у меня мальчик один говорит, там, чувашия. А хочешь ее разлюбить? Я говорю, нет, я ее люблю. А ты знаешь, что она так же, как и ты? Я говорю, нет, неправда. Принцесса никакой, да, такая фраза, да. Это сильно. Да, в любом случае, это сильное для меня было впечатление. Вы считаете, вас ждет какие-то неожиданные предложения? Вы вот, когда телефон звонить, нет, или вы уже поставили на своей актерской картине? День прошел, и слава богу. Я вот сейчас новый делал крик любви с Олией Богдановой. И мы в «Апатитах» были, играли. У нас была премьера «Япро». Просто молодые ребята были изумительные. Это что-то. Принимали для меня такое счастье, наслаждение. То есть для вас очень важна реакция зала, то есть как принимает зал. Значит, вы сцену предпочитаете, площадки. То есть театр или кино? Кино нет. У нас век непрофессионалов. Как одна проститутка сказала, все хотят побыстрее и задаром. Поэтому здесь кино, самодеятельность, любая самодеятельность. Вот кто ничего не знает. Опять вы себе притворите, только что вы нахваливали содержанок. Это же... Прекрасно, я не знаю. Но дальше пошла самодеятельность. Дальше содержанки было невозможно смотреть. Да, после первого сезона, да. Мне и жена Эрнста понравилась очень. А потом все это на одной ноте, в одну дуду, и ничего нового они поймали. Первые две серии были изумительные. Не две серии, а... Два сезона. Два сезона. То есть вы считаете, что если бы Богомолов продолжал бы это делать, это было бы... Не знаю. Все умирает. Все надоедает. А есть в нашей индустрии люди, с которыми вы не знакомы, режиссеров, а с которыми вам бы хотелось бы вот сесть и вот обсудить что-нибудь? Творческие планы. Или все, с кем вы хотели познакомиться, вы с теми уже познакомились? Все уже умерли, да. Господи. Нет, в то же время, мне когда началось... Так иезуитский там был юбилей, опять в очередной, 184-й раз подали документы на народного артиста. И Михалков сказал выбросить. Первая организация, ведь надо там пройти 5 организаций. Михалков сказал выбросить. Выбросить, да. Нет, выбросить документы. Иезуитски собрали сначала, а это первая организация должна быть. Я мог бы первую организацию, главная. Там все подписали, и правительстве, все подписали. Но первая организация, советское педаграфисты, иезуитски. Я не хотел, мне это пофигу, заставили, а там целая, там вот такая кипа документов. И он просто иезуитский, собрали документы, и он сказал выбросить. Ну, я не хотел, и меня просто, ну, вот так напали на меня, звонили, давайте, 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 давайте. Это абсолютно, и вот это было неприятно. И в то же время, я понимаю, я, это известная тема художника власть. Когда художник приходит во власть, он теряется как художник. И Михалков бы позвал бы сниматься, побежал бы с удовольствием. Я уйду перед всем, потому что я к нему актерски отношусь просто с пиететом. Он актер, мне вот тоже ведь, меня Гурченко, я должен был сниматься у Рязанова в картине. Сама-сама-сама, вокзал для двоих, обедом в гусаре, когда снялся. То есть, исполнит твоя роль, которую Никита Сергеевич? Никита, да. И она говорит, Садальский будет с обращением малолетних. И меня, это самое, она убрала меня. И Никита, может быть, это лучшая роль Никиты, но я бы тоже по-другому сыграл. Никита вообще потрясающий, потрясающий. Себе, кстати, все награды получил, которые есть у нас. Только вот мать героини не имеет. Вот у него все награды, все, и первый, и второй, и третий, все, что есть, и герой соцтруда. И папа раньше был, прапрадед, раньше был постельничьим, а теперь он даже... Ну вот после всего этого вы не можете рассчитывать. Он хранитель государственной печати. Уже все придумывает, все придумывает. Ну, тут точно Никита Сергеевич посмотрит. Да наплевать на него, ну, чего наплевать. А ему, говорит, Садальский сказал, он говорит, а кто такой Садальский? Да, да, я такой слышал, кстати, от Юли Пересиль. Да-да-да, и Пересиль, да. Такой Садальский. То есть они изображали себя, как будто они летали. Да, но ей наваляли там в комментаторы. Да. За то, что вот... Вы думаете, они летали? Я думаю, уверен, что да. Нет. Да ну ладно. Нет, никто не летал. Фильм «Вызов», вы считаете, что... Да уже сто раз, сто раз бы уже там маски и прочее уже... Но американцы летали на Луну? Ну, конечно, нет. Ну, то же самое. Эрнсту просто не давало покоя. То, что... Это такой же был... Ну, мы с вами этого не узнаем. Помните, была песня, мы в интернате пели? Мы все хотим побывать на Луне. Эх, на Луне, да, на Луне. Мы там бывали, но только во сне. Это все придумано. Ой, вы знаете, поскольку вы сломали нам формат, мы обычно финишируем тем, что гость обращается к нашему рыбу. Золотому, да. Рыбку, поэтому все здоровы. Если что, ради бога, простите, что не так, если кого обидел. Поэтому я просто тогда озвучу желание. Я пожелаю вам все-таки ролей. Может быть, не у Никиты Сергеевича, а Михалкова. Может быть, и какого-нибудь другого режиссера, чтобы у вас еще... А давайте вот Додалев. Додалев пойдет в режиссуру. Вам сколько лет? Мне 66. Вот не надо говорить, сразу постарели. Йоги никогда не называют возрастом. Да. Значит, стали... А вы чувствуете себя... О, я себя чувствую на 500, поэтому... На 500? Да, это точно. А как вы можете гореть, когда уж молодости нет? Со студенческой пары. А это я вам сейчас после эфира... Нет, Шудженко отвечала. А просто надо не стареть. Вот так, и в этом весь секрет. В общем, я вам желаю ролей, чтобы вы были не только народным блогером, но и народным артистом. Потому что, по факту, у вас нет звания народного артиста, но Садальский... Мы популярные. А это популярные... Садальский народный артист. Это гораздо выше. Да причем здесь? По понятиям. Знаете, есть такое вот по понятиям. Вы народный артист. Огромное вам спасибо, что вы нашли время, что вы пришли и порадовали и нашего рыбы. А может кто-то обиделся на меня, чего-то сказать? Простите. Знаете, как говорит один мой коллега, простите, если кого-то не обидел. Вот это просто... Это по меня? Это должно быть вашим слоганом. Огромное вам спасибо. Приходите еще. Спасибо. Спасибо.